Итак, мы в студии программы подробностей. Владимир Владимирович, обещанная вами и нами, даже нами с вами, встреча со зрителями состоялась. Здесь мы говорили о том, что вы обязательно вернетесь к теме, начнем с той темы, с которой мы заканчивали прошлые встречи, к теме подорожания продуктов. В частности, тогда речь шла о куриных яйцах, и вы обещали туда все выяснить и доложить зрителям. Поэтому давайте уж с этого и начнем, чтобы зрители не принимали нас за таких людей, которые что-то сказали и как-то забыли. Ну да, работа проведена была колоссальная, доложу вам, в масштабах всей страны, связанная с проблемой куриного яйца. К сожалению, неразвитость рынков приводит к тому, что у нас периодически возникает подобная ситуация. Если помните, в 2010 году это была гречка, в 2013 году яйцо куриное. Провели мы работу, проанализировали, повторяю, масштабах всей страны, и есть по этому поводу официальная точка зрения центрального аппарата нашей службы, ситуацию на рынке куриного яйца. К счастью для нас, мы, честно говоря, себе в плюс это ставим, мы установили, что на территории Рязанской области те участники рынка и оптового, и производителей, и мелкооптового, и розничная торговая, существенных нарушений, сколь-нибудь значимых нарушений антимнопольного законодательства не допускали. А сейчас мы наблюдаем, я, может быть, парадоксальные вещи скажу, ситуацию нормальную, когда отрабатывает рыночный механизм. Ведь если мы проанализируем практику применения антимнопольного законодательства в зарубежных странах, мы иногда с большим удивлением можем увидеть то, что в законодательстве зарубежных стран нет понятия монопольно-высокой цены. Почему? Потому что в развитых странах законодатели сходят из того, что если нет каких-либо существенных препятствий, барьеров входа на рынок, пусть даже некто, некий участник рынка, пользуясь своим монопольным правом, увеличивает цену на этот товар, но увеличение этой цены приведет к тому, что в этот рынок рянутся другие участники, и через некоторое время цена придет к равновесному положению. То есть рынок сам себя утрясет. Совершенно верно. Что и произошло, вот мы наглядно это видим в данном случае, потому что цены на куриное яйцо пошли вниз, и связано это с тем, что те производители куриного яйца, которые имели возможность увеличить объем производства, они это сделали, пользуясь тем, что им стало выгоднее продавать этот товар. И пошел большой объем предложений яйца, и, соответственно, рыночные цены пошли вниз. Ну, а только ниша появляется, она тут же заполняется, из каких-то таких вот пещер не бывает в системе. Если помните, у нас на территории нашего города подобная ситуация была на рубеже 2000-х годов, когда у нас вдруг появились магазины, которые продавали бензопилы, мотоблоки. Другие участники рынка увидели. Сразу много магазинов бензопил, мотоблоков, все ревнулись в этот рынок. Да, я тоже удивлялся, как у нас популярны, оказывается, бензопилы. Совершенно верно. Нормальный рыночный механизм. А вызвано это было по итогам анализа тем, что в 2012 году у нас в масштабах всей страны были проблемы с зерном, с кормами для кур. Как и предполагалось тогда, по большому точку. И, к сожалению, в ряде субъектов федераций, как и установил наш анализ, региональные власти, муниципальные власти не совершали никаких действий, направленных на то, чтобы поддержать товаропроизводителей своих. В итоге, к середине 2013 года, многие производители куриного яйца, опять-таки в масштабах всей страны, пришли к оплаченному финансовому состоянию. Производцы сворачивались и образовался таким образом очевидный дефицит предложения этого продукта на рынке, что и привело к повышению цен. То есть, опять-таки, рыночный механизм. Да, ответственные люди в многих, так сказать, местах просто, как обычно, сработали на уровне «так сойдет» или «как-нибудь само обернется». В итоге, так и получилось. Хорошо. Еще, Владимир Владимирович. Вот другой Владимир Владимирович и уже с ним Дмитрий Анатольевич, наши уважаемые руководители, говорили о том, что наибольшее число злоупотреблений со стороны чиновников и ответственных людей тех же наблюдается в сфере государственных заказов, государственных закупок и так далее. А мы с вами в прошлой нашей встрече говорили о том, что меняется законодательство в этой связи. Давайте вернемся к этой теме. Итак, что поменялось в сфере этим напольным у нас в плане законодательства? С 1 января вступил в силу закон о госзакупках. Вот о чем мы говорили. Так называемый 44-й закон. Он пришел на смену 94-му закону. Несмотря на то, что мы, наша служба, мы гневно отвергали все претензии, которые предъявлялись к 94-му закону, полагая, что закон был хороший. Но что есть, то есть. Есть новый закон. Надо работать с данностью. Да, надо работать с данностью. Мы несколько опасались того, что не все нормативные акты, которые должны быть приняты в развитии этого закона, будут приняты до вступления его в силу. Но, тем не менее, эти опасения были напрасны. Нормативные акты есть. Закон вступил в силу. Непростой закон, сложный. Меняются подходы. Повторяю, он вводит, он регулирует уже отношения, связанные с планированием закупок бюджетополучателями и исполнениями контрактов, чего не было в 94-м законе. Вступает он в силу в этой части поэтапно. И в 2015-м, и в 2016-м году отдельное положение его. Ну, а в целом, что касается отбора, именно отбора поставщиков, то принципы отбора остались те же самые. Аукционы, конкурсы, торги, в том числе электронные аукционы. Был введен ряд других способов закупки запрос-предложений. Но это детали, о которых, может быть, не стоит сейчас об этом говорить. Ну, возможно. Да. Закон только начал действовать, по сути дела. Прошел месяц с вступления его в силу. Говорить о какой-то практике пока сложно, хотя он уже успел претерпеть изменения. До вступления этого закона в силу, 28 декабря 2013 года, был принят закон, который уже вносил изменения в него до того, как он вступал в силу. И мы полагаем, что он пройдет через тот же этап, который прошел закон 94-й. А в 94-м законе за 8 лет его применения была изменена каждая статья. А некоторые не один раз. Потому что все-таки практика совершенствуется. И это вынуждает законодатель реагировать на это. Поэтому пока нам остается... Еще многие торги, которые были инициированы в конце декабря 2013 года по старому закону, не завершились вовсе. Например, у нас тут в сфере закупа лекарственных средств, медицинской техники, региональными властями. Идут активно аукционные торги. Но они как пойдут? По старому закону? Они идут по старому закону, да. То есть те правоотношения возникли в декабре месяце. И по старому закону вся процедура должна быть... Обратной силы не имеет, как говорится. Да, совершенно верно. И мы еще по старому закону рассматриваем жалобы, которые к нам поступают. Пытаемся защитить участников рынка. Рассматриваем дела об административных правонарушениях. Как бы за нарушение того закона, которого уже нет. Но тем не менее мы должны это сделать. И должны дать оценку тем действиям, которые совершили должностные лица заказчиков или члены комиссий при отборе. В то время. И давайте, поскольку времени у нас мало, еще завершая программу, называется она у нас «Подробности». Давайте мы подробности с вами сказали. Ваше личное мнение. Месяц прошел с этим законом. Вы, как говорится, пожили. В двух словах. Как вы считаете, легче будет жить вам? В хорошем смысле работать в вашем ведомстве? Или все-таки трудно будет его применять? Ну, дело в том, что, как мы его называем, 44-й закон, это закон-шаблон. То есть, чем более четко и ясно прописаны процедуры в подобных нормативных актах, процедуры, которым должен придерживаться заказчик, либо комиссия, когда проводят процедуру отбора, тем проще им принимать решения, тем и проще нам в конечном счете работать, выявлять нарушения и привлекать к ответственности лиц. Закон достаточно детально прописан. Вот те нормативные акты, которые должны быть приняты, они еще более детализируют те или иные аспекты правопримения. Поэтому мы полагаем, в первом приближении, то, что 44-й закон, по нему работать все-таки будет легче. И тем, кто его применяет, и тем, кто контролирует его применение, то есть, в частности, мы. Ну, хорошо, а то были опасения, что начнется очень тяжелая приработка к этому закону. Итак, хорошо. Ладно, большое вам спасибо, вам желаю удачи. Надеюсь, что мы с вами увидимся обязательно в феврале. И будем нашим зрителям, а это Рязань, отчитываться о том, как ваша служба отработала месяц или определенный период времени. Спасибо. Всегда ждем. Спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. Всего доброго.